Главным героем сегодняшнего ролика будет рекордер, записываясь на который, вы точно никогда больше не уйдёте в перегрузку. Как это возможно? Давайте выяснять вместе! Здравствуйте, друзья! И добро пожаловать на канал Давай Запишем! Здесь мы с вами говорим о Pro Audio, и сегодня у нас в гостях Zoom F6. Zoom F6 это профессиональный многоканальный полевой рекордер, способный записывать 32-битном формате с плавающей запятой. Это и наличие двух преобразователей, а не одного, как это обычно происходит, позволяет нам добиться действительно большого широкого динамического диапазона. А теперь доходчиво и понятно на русском языке. Здесь у нас есть два преобразователя. Один преобразователь отвечает за тихие звуки, второй преобразователь отвечает за звуки громкие. Не спрашивайте, как они кооперируются и работают друг с другом, нам это сейчас не важно. Важно то, что даже, казалось бы, получив перегрузку на записи, мы можем эту самую запись впоследствии перенести в цифровую рабочую станцию, и в ней просто уменьшить уровень, и перегрузка пропадёт. Всё то же самое касается и случаев, когда записанный файл получился слишком тихим. Просто нормализуем его, и получаем отличный результат. Это всё доступно за счёт, опять же, широкого динамического диапазона, который достигается из-за 32 бит. Таким образом, даже если вы получили, ну на первый взгляд, какую-то... давайте будем называть вещи своими именами. Вы получили брак. Раньше это был бы брак, теперь, если вы пишетесь с этим рекордером, эти записи вполне себе бескровно можно вытащить на посте. Это очень крутое устройство, и это большая радость лично для меня, потому что вот этот самый F6 я купил для себя в своё же личное пользование. Увидел первый же анонс и понял, что эта штука мне нужна, и что я её обязательно куплю. Как я уже сказал, это многоканальный рекордер. Всего здесь есть 6 каналов по входу, предусилители малошумящие, минус 127 децибел с максимальным усилением в 75 децибел. Это ясно нам дает понять, что перед нами сегодня действительно профессиональное устройство. Кстати, по звуку. Весь звук в сегодняшнем ролике мы пишем с помощью F6, мой голос снимается петличкой, которая заходит напрямую в первый канал этого рекордера. Если говорить именно о профессиональных наворотах, то здесь в отдельный блок я объединил сразу несколько функций, которые мне показались наиболее профессиональными. Ну во-первых, это, конечно же, наличие генератора таймкода, он же приёмник таймкода. Если вы занимаетесь профессиональной записью, деятельностью какой-то на площадке, например, снимаете фильм, и вам нужно как-то засинхронить звук и картинку, то таймкод это ваша палочка-выручалочка. Объединяете в одну систему сразу несколько устройств, вплоть до камеры и цифровой хлопушки, и таким образом на посте получаете намного меньше хлопот. Второе. Это работа с консолью Zoom FRC8. Да, такая штучка не идёт в комплекте, докупается она отдельно за вполне себе внушительную сумму, но возможность с работой таким мануальным управлением, когда всё делается ручками, самым необходимым, она здесь присутствует. Это очень удобно, особенно если у вас площадка, где не нужно бегать козликом туда-сюда, у вас есть пультовая, вы сели, разложились, подключили всё это дело по USB и начали рулить. Опять же, сюда я могу включить возможность рулёжки всем необходимым через приложение для iOS. Но чтобы это приложение у нас работало, мало того, что его нужно скачать, нужно ещё и докупить Bluetooth-адаптер для вот этого рекордера. Почему нельзя было Bluetooth запихнуть прямо в корпус без каких-либо адаптеров, которые докупаются отдельно за дополнительные деньги? Чёрт его знает, если честно. Третье, это источники питания. Один факт, что вот эта штука может работать с тремя различными источниками питания, уже говорит о многом. Здесь можно работать с батарейками, что, собственно, мы сейчас и делаем. Можно использовать внешний адаптер питания, он докупается отдельно. Ну и можно пользоваться аккумуляторами. Вот на них мы остановимся подольше, потому что такое я вижу в первый раз. Если ваш оператор пользуется аккумуляторами Sony серии L... Гош, ты пользуешься аккумуляторами Sony Sony серии L. Ну-ка, дай тайзинг, пожалуйста. Вы всегда можете уповать на вашего друга оператора, который, конечно же, поделится с вами аккумулятором. И будьте уверены, что если даже ваши батарейки сядут, то такого аккумулятора, подсоединенного к рекордеру, хватит надолго. Была бы моя воля, я бы всё, что идёт дальше, включил в этот самый Pro-список. Но мне хотелось отдельно вынести именно те фишки, которые мне показались наиболее интересными. Не будем расслабляться и поговорим о возможностях записи. Итак, можно использовать карточки вплоть до 512 гигабайт, можно писать с качеством до 192 килогерц на 32 бита, что я и сказал. Можно писать одновременно сразу в нескольких форматах, если это необходимо. Можно использовать Zoom F6 в качестве внешнего многоканального аудиоинтерфейса. Можно писать сразу и на карточку, и на компьютер через звуковую карту, которая сюда встроена. Но учтите, что при этом максимальная частота дискретизации у нас упадет до 48 килогерц. Можно записываться на iPad или на любое другое iOS-устройство. При этом учитывайте, что F6 будет работать в режиме Stereo Mix, то есть всего мы получим два канала на запись. Тогда как на компьютер, повторюсь, можно использовать вот эту всю историю в качестве мультитрек-рекордера. Каждый канал пишется отдельно. Ну и Stereo Mix писать тоже, если вам вдруг это необходимо. Уже львиная часть ролика позади, и только сейчас мы с вами будем говорить про внешний вид. Но по поводу внешнего вида всё же сегодня стоит упомянуть, потому что не упомянуть про него будет преступлением. Итак, здесь мы имеем форм-фактор такого танка. Это компактное и коренастое устройство. Я другого не могу прилагательного найти. Мне очень нравится такой форм-фактор, это здорово, это классно, и сам дизайн он просто великолепный. К слову, у нас в комплекте идёт специальное крепление, с помощью которого этот самый рекордер мы можем закрепить между стойкой для камеры и самой камерой. Это достаточно удобно, если в себе вы совмещаете функции одновременно оператора и звукорежиссёра. С управлением всё более-менее понятно. Оно здесь стандартное, я бы даже назвал рациональное. Ход ручек плавный, проверено только что лично. По поводу органов управления у нас есть шесть ручек. Это не усиление по входу, это усиление по выходу. То есть с помощью этих ручек со всех шести каналов мы набираем стереомикс, с которого мы будем всё это дело, например, мониторить во время записи. У нас есть экран, куда уводится вся необходимая индикация и меню, если мы залезаем в менюшки. Есть кнопки для ориентации в этом самом меню и в настройках. И есть, конечно же, транспортная панель, с помощью которой можно останавливать, начинать и что-то воспроизводить уже записанное. В целом, ничего сложного. Единственное, где здесь можно заблудиться, это, наверное, в менюшках, потому что их тут действительно очень много функций под завязку. И если вы в первый раз сталкиваетесь с подобным устройством, то, возможно, стоит немножко привыкнуть. К месту вспомнили о мониторинге, потому что в этом устройстве особое внимание было уделено мониторингу. Например, во-первых, это одно из немногих устройств, о которых я могу сказать с полной уверенностью. Да, те же самые баера высокоомные здесь будут как влитые. Покупайте, пользуйтесь. Усиления для наушников тут точно хватит. Во-вторых, здесь есть функция автомикширования. То есть эта штука автоматически подстраивает вам уровни для всех каналов по входу, ну в микс, естественно, в мониторинг. Так что если вы записываете, ну скажем, сразу 6 каналов, у вас нет времени как-то подгонять их по уровню друг с другом, вы можете включить автомикширование. Эта штука всё сделает за вас. Естественно, на запись она никак не повлияет. Третье, это маршрутизация. Это очень здорово для выхода под наушники, и для линейного выхода мы можем раздельно задать маршрутизацию. Что на них пойдёт? Будет ли это мастер-микс? Будет ли это напрямую сигнал с одного из шести каналов? Будет ли этот сигнал пре- или постфейдер? Будет ли он в моно, будет ли он в стерео? Всё это можно делать через маршрутизацию, это просто замечательно. Ну и завершающий пункт можно задать через настройки звуковое оповещение о состоянии батареи, или о старте, или остановке записи. Это тоже довольно интересно, и такое я вижу вот именно здесь в первый раз. Хлоп, а подать мне мой жезл быстро! Вооружимся удочкой, выйдем на улицу и откроем сезон натурных съёмок. Для записи будем использовать, естественно, наш сегодняшний рекордер. Мы с вами оказались на улице, и первое, о чём я бы хотел вам рассказать, это вот эта самая сумочка. Рассказать и, конечно же, показать. Несколько фирм делают сумки для, в частности, вот F6. Я выбрал такую, она достаточно удобная, здесь есть место для всего, есть какие-то зажимчики по сторонам. Да, мы в промзоне всё это пишем, и чуть попозже мы снимем очень классные текстуры с помощью удочки, но пока что о сумке. Так вот, здесь есть крепление для двух приёмников, но здесь у меня приёмник и передатчик, потому что я использую сейчас радиопетличку, которую вы видите на мне для записи своего голоса. Задействовал здесь сейчас два канала. Первый канал приходит радиопетличка, ко второму каналу у меня уже подключена вот эта вот система, удочка, так называемая, с помощью которой мы сейчас будем ходить и снимать различные текстуры. Повторюсь, что это промзона, и текстура, я думаю, здесь получится достаточно интересная. Пойдём смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом рекордере осталось ещё очень много функций, потому что он буквально набитыми под завязку, и это не фигура речи. Из-за хронометража вне кадра остались интересные вещички вроде лимитера с... позвольте, позвольте. Лимитера с прогностическим алгоритмом, о как! Который позволит нам избежать перегрузки, если вы всё-таки захотите намеренно добиться перегрузки. Ну и скорее всего, это уместно на 24 битах. Ну и, конечно же, функция VR-AR записи в системе AmbiSonic, которая здесь имеется. Если вы работаете с VR, эта штука вам явно поможет. Если вы действительно хотите получить в свои руки хорошо собранную качественную вещь, которая не подвергнется моральному устареванию в ближайшие годы, а мы вспоминаем про, наверное, дедушку-долгожителя под именем Zoom H6, то я настоятельно рекомендую вам присмотреться в сторону F6. Да, вещичка стоит не самых малых денег, но чтобы расставить все точки над её, я ещё раз повторюсь, что вот эту штуку я покупал за свои собственные деньги по полной цене, даже не по дилерской. Так что я считаю, что в этом ролике я был максимально непредвзят. С другой стороны, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этого рекордера. Какие плюсы лично для себя вы подчеркнули? Что вам, наоборот, в нём не понравилось, что бы вы, допустим, изменили? Ответы на эти вопросы я жду под видео на YouTube в комментариях. Друзья, это был канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, ставьте лайк, если ролик пришёлся по вуше, ну и оставайтесь на связи. Впереди много нового интересного, конечно же, из мира Pro Audio. Ну а я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! Это не усиление, это фейдеры, то есть фейдеры выхода канала. Ладно, давай перезапишем сейчас. Заходи! Перегрузить вот этот самый трак. 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 Чёрт, какой трак! Я уже это заделался длиннобойщиком, что ли? Трак. Так, сюда же.